ой друзья ну вот села отдохнуть расслабиться немножко возле красивого прудика с рыбками я вам показывала его друзья ну вот вы знаете сейчас ходила покупала билеты да в отпуск еду значит вот билеты которые на самолет были заказаны уже давным-давно но я думаю что вот сейчас подошло время уже покупать мне вот билет до аэропорта хитроу из нашего острова лау-вайт его друзья мои вы знаете так классно здесь жить и так здесь все красиво я вам показывала и в общем наслаждаюсь я жизнью здесь конечно потому что тишь гладь брала гадать этого не мейнланд но но наступает момент когда вдруг надо ехать в отпуск или куда-то вот у меня даже многие спрашивают а чё ты не ездишь лондон а чё ты не ездишь куда-то еще там манчестер еще куда да за простяк машина есть своя до до лондона 70 миль не так и далеко господи ты автобаны прекрасные домчишься быстро но вот вы ж не забывайте что мне надо еще фэри использовать эту переправу white link или rent link ferry для для машины и вот то что я вам говорила что она стоила 36 фунтов в одну сторону то теперь друзья все очень очень возросло все цены вот сейчас мы буквально наверное вы знаете полчаса я еще две женщины там которая кассирши вот на станции очень они конечно такие приятные они мне помогли как могли вот мы с ними искали я не знаю сколько времени вот этот значит как мне добраться вот отсюда и до аэропорта хитроу сейчас я вам покажу чего мы нашли вот они мне сделали распечатки сори это вот вот это джонни мое да вот смотрите четыре пересадки ченджис четыре это вот одна вот такая ой боже с четырьмя пересадками короче вот я попросила стоимость вот она мне написала 86 65 фунтов вот другой я попросила там подольше ехать все 75 фунтов это уже мы самый последний нашли а до этого она мне вообще убила на повал потому что на мне вот видите на мне дала с тремя пересадками 92 фунта друзья 92 фунта потом 83 фунта вот три пересадки вот этот вот ticket вот туда-сюда все тут конечно чудесно расписано но но вы можете представить вот такое то есть вот получается ни за что не просто всего лишь навсего чтобы мне доехать чтобы мне доехать до аэропорта хитроу из моего айлоу вайтовского здесь острова включая фэрии все остальное прочее я должна заплатить за одного человека друзья 92 фунта но это просто немыслимо это конечно ретенки кит это туда и обратно но тем не менее все равно вот понимаете я кстати вот на самолет находила у нас здесь есть очень дешевый такой изи джет называется английский самолет я находила за 40 фунтов полет до парижа лондон париж 40 фунтов стоит полет а здесь чтобы из нашего острова добраться вот до материка вы понимаете вот 92 потом 83 потом она мне в конце концов нашла там с такими трудами и при том что это настолько неудобно это я должна выехать утром рано чтобы попасть на 5 часов вечера на свой самолет я должна 8 утра вот отсюда значит выходите вот это все здесь вот все это как бы все эти пересадки все эти переезды ой друзья ну невозможно 75 фунтов все я бы я просто в шоке вы знаете вот как только случается такая история все я хочу срочно переезжать на мейнлэнд срочно переезжать не хочу я всех этих красот ой боже вы знаете тут и вот вспомнишь как говорила алиса в стране чудес помните как она говорила здесь даже дым из трубы стоит денег здесь за все надо платить вот это же она про англию говорила это наша замечательная льюис кэррол которая написала алису в стране чудес знаете помните это же она говорила об англии об английской жизни и вот я обожаю эту книгу знаете и вот это вот ее выражение все время вспоминаю как она сказала что здесь надо платить даже за дым из трубы и вот вспомнила вспомнила когда ко мне приезжал приехал мой зять сюда в гости он приезжал в каком пятнадцатом году нет шестнадцатом году господи уже забыла вот и в общем он очень хотел конечно попасть и в общем были у него конечно как у всех может быть кто ни разу никогда не бывал в англии а только слышал о ней или там по телевизору там что-то видел вот у него тоже были такие какие-то знаете о ней представления что боже англия лонда моя мама ну и вот он так хотел попасть вот он приехал и в общем побыл здесь и я у него спрашиваю говорю слушай андрей а вот что тебе ну как тебе вот англия понравилось не понравилось мы же с ним мало того что были на нашем острове айлоу вайт я ему тут все показала потом же мы же еще в лондон поехали съездили ну куда же без этого то и вот я у него спрашиваю как тебе понравилось какие-то впечатления но он говорит но айлоу вайт конечно у вас шикарный и в принципе я рвался в лондон но мне кажется что даже вот и зря вот говорит а лондон мне показался вообще каким-то малюсеньким по сравнению с москвой говорит что я не ожидал такого его можно за день обойти ну вот еще он сказал что конечно англия абсолютно другая страна он говорит он бывал во многих странах европейских и вот он говорит что она не похожа ни на одну из европейских стран вот недаром она стоит особняком на острове англосаксы они всегда как бы были в сторонке и вот он говорит что для меня это очень заметно что она не похожа ни на одно из европейских стран вот это еще вот он как бы сказал потом третий поинт который он сказал так понравился он говорит ну и вообще для меня эта страна она маловато почему андре маловато что почему он говорит ну вот я никуда не могу пройти а он такой высокий мужчина такой видный знаете вот комплекция такая у него хорошая и вот он я не могу никуда пройти во первых вот эти вот значит проходы в метро я боком проходил вот эти все вот выходы у них они же тут все это тикет и все это проходики такие он говорит я все проходил боком я не мог попасть во первых во вторых у них еще есть тоже такая история что все вагоны в метро они не просто вот как у нас вот такое сплошное сидение они вот такими ручками не знаю зачем отделяется друг от друга вот и он говорит я там не мог сидеть я не помещался англия для меня маловато вот что я горит выяснил для себя вот смотрите как я к вакушечке тут лягушечки к вакушечке здесь налива нам набегает вода и птички пьют вот такие красивенькие видите вот этого входа дом вот сейчас покажу вам видите вот ходит молодой красивый товарищ вот все он уже усек машину это вот ходит он ее уже сфотографировал все сделал да вот ходят ищет так называемый паркинмен есть такие тоже вакансии людям надо находить работу вот паркинмен устроился то есть вот парковочный такой работник вот у него тоже специально такая форма видели да я вам его сняла он он фотографировал машину я фотографировала его потому что это он уже нашел машину которая здесь наверное стоит больше часа вот они бегают без конца проверяют потому что здесь вот везде видите надписи парковочка сколько здесь у нас часов давайте посмотрим ту аурс на уритон вот два часа только вы можете стоять здесь на парковке на некоторых в основном час всего лишь навсего но здесь вот два и вот значит кто-то не ретен не возвратился спустя два часа и он тут как тут вот он сейчас налепит такой на лобовое стекло желтенький тикет и вот вам штрафик пожалуйста а штрафик самый минимальный 45 фунтов товарищи дорогие ну и вот если вы не заплатили вовремя вам этот штрафик вона просто наклеили на лобовое стекло но это сейчас уже тоже как везде если вовремя вы не заплатили в течение 14 дней то там начинает бежать страшная пеня во-первых уже не если в течение 14 дней то вот 40 фунтов если вы не заплатили течение 14 дней то сразу до 60 фунтов а там идет пеня уже там буквально наверное на каждый набегает день какие-то копейки вот так что здесь все стоит денег даже дым из трубы друзья извините вот за такое сумбурное видео мое но я сегодня конечно в шоке когда мне пришлось 75 фунтов заплатить просто-напросто за переправу ее мою я считаю что это очень дорого на одного человека а если семья едет представляете но это же просто немыслимо вот так вот платить такие деньги просто за то чтобы попасть в аэропорт хитроу